Эстонская народная сказка. Молодой кузнец. Жил в старину один крестьянин. Было у него три сына. Старшие сыновья с малых лет во всём помогали отцу. И выросли из них добрые работники. Хотел отец и младшего приучить к работе, да жена всё не давала. Мал ещё пусть порезвится. А сама сынку младшему ненаглядному то калачик испечёт, то пирожок подсунет. И вырос младший сын бездельником-лентяем. Только есть да спать любил. Терпел крестьянин, терпел. Наконец позвал сына и говорит. Не пора ли за дело приниматься? Хочешь быть кожевником? Нет, не хочу, отвечает сын. Всю жизнь кожи дубить да мять, руки да костей разъест. Ну, будь портным. Что ты, отец? Век над жилетами да камзолами гнуть спину? Этак и горб вырастет. Ладно, сынок, я тебя не неволю. А вот что ты скажешь про кузнечное дело. Сильнее и крепче доброго кузнеца никого не сыщешь. Что ж, отвечает сын, в кузнецы я, пожалуй, пойду. Отец отыскал самого искусного кузнеца в округе, заплатил ему вперед за учение и отвез сына в кузницу. Ну, сынок, смотри, как добрые люди работают, и сам выучишься. А мать тайком притащила из дому на тележке кровать с периной и подушками и сказала. Ты, сынок, у меня привык на мягком спать. Устанешь от трудов, полежи на перинке, что я тебе сама сшила. Преклони голову на подушку, что я тебе сама мягким пухом набила. Ну, отправились отец с матерью домой, а сынок остался у кузнеца. Он поставил свою кровать в угол кузницы, разлегся на ней и стал смотреть, как кузнец с шучениками бьют молотом по наковальне. Что смотришь, спрашивает кузнец, бери молот в руки. А зачем, отвечает сын крестьянина. Отец сказал, смотри, как люди работают, сам научишься. Покачал головой кузнец и принялся за свое дело. Лежит младший сынок на мягкой кровати, только вправо-влево поворачивается, глаз не спускает с кузнеца. Не выдержал кузнец, опять говорит, да что ты все валяешься, бока отлежишь. Нет, не отлежу, отвечает сын крестьянина. Перина-то мягкая, у меня голова от вашего грохота болит. А мне матушка велела, устанешь, сынок, отдохни, преклони голову на пуховую подушку. Кузнец и вовсе махнул рукой на него. Что с ним лентяем разговаривать? Так шли дни за днями, месяцы за месяцами. От чужой работы руки не болят. Вот младший сын и говорит себе. Невелика премудрость. Раз стукнешь по наковальне, другой ударишь молотом, и делу конец. Этак и я сумею, что хочешь сковать, не хуже самого хозяина. Вот и миновали три года. Пришел крестьянин за сыном. Ну как, выучился мой парень кузнечному ремеслу? Спрашивает крестьянину кузнеца. Кто его знает? Отвечает кузнец. Смотреть смотрел. А чему научился, нам не показывал. А ты, сынок, что скажешь? А что, говорит? Дойдет до дела, верно, не сплошаю. Обрадовался отец. Приспособил старый сарай под кузницу припас всякого инструмента и говорит. Ну, сынок, теперь покажи свое искусство. Скуй мне новый сошник на саху. Пошел молодой кузнец в сарай и опять за ним вместе со старшими сыновьями. Молодой кузнец приставил одного брата угли разжигать, а другого мехи раздувать. Сам засучил рукава и взял большой молот в руки. А как накалилось железо, такой стук пошел по кузнице, что хоть уши затыкай. Ковал, ковал молодой кузнец, все руки себе отмахал. Да видит, не выковать ему сошника. Вот он и говорит. А зачем тебе, отец, новый сошник? Ведь и старый еще годится. Лучше скую тебе острый топор. Ладно, сынок, отвечает крестьянин, выкуй топор. Мой-то совсем притупился. Стал молодой кузнец ковать. Бил-бил молотом, видит, и топор не выходит. Эх, отец, говорит он опять, неохота мне ковать топор, грубая это работа. А вот скую я тебе дюжину гвоздей, тонких, как игла у матушки. Что же, отвечает крестьянин, и гвозди нужны в хозяйстве. Опять принялся кузнец за дело. Стучал, стучал, ковал, ковал, а все, ничего не выковал. Все железо перевел, только маленький кусочек остался. Тут и отец увидел, что ничему-то его сын не выучился. Взял он этот кусочек железа и бросил его в чан с водой. Железо как зашипит, пшш-пшш. Слышишь, сынок, сказал отец, что из твоего учения-то вышло. Один пшик получился. Только вот, что я тебе скажу. Не было в нашем роду лодыря и не будет. Ступай из дома, куда глаза глядят. И пока не выучишься хоть какому-нибудь ремеслу, назад не возвращайся. Отпустил младший сын голову и пошел прочь из родного дома. Вышел на околицу, сел на пень и задумался. Как теперь быть? Что делать? Думал он, думал и решил идти с повинной головой назад к кузнецу. Посмеялся над ним кузнец, а все-таки взял его опять в учение. Только теперь уж буду учить тебя по-своему, сказал он. И стал учить. О мягкой перине парень и думать забыл. На жесткой соломе бы выспаться, да где там? Ни вздохнуть, ни отдохнуть не дает ему кузнец. Только опустит парень молот, только спину разогнет. А хозяин уж тут как тут, шипит ему в ухо. Пшик, пшик, стыдно станет парню. Встряхнет он и снова за работу. Опять три года прожил он у кузнеца. Окончились три года, сказал ему хозяин. Теперь иди куда хочешь и смело берись за дело. Парень попрощался с кузнецом и пошел. Шел он, шел и пришел в большой город. Там он нанялся в одну кузницу под мастерьем. В тот же день в эту кузницу явился важный барин. Эх, хозяин, сказал барин, почини-ка мне карету, да так, чтобы как новая была. Я молодую невесту сосватывал в этой карете, ее к венцу повезу. А где карета, спрашивает хозяин. Да тут у ворот. Вышел хозяин вместе с подмастерьем за ворота. Смотрят. Ну и карета. Дверцы на одной петельке висят. Рессоры винтом изогнулись. Ободья на колесах штопором завились. И как только такая развалина до кузницы докатилась. Почесал хозяин за ухом. Уж и не знаю, что и сказать, говорит барину. Месяца три ее чинить, и то, пожалуй, не починишь. Как три месяца, закричал барин, чтоб через три дня была готова. А не починишь срок, велю своим слугам твою кузницу по бревнышку разнести. Что тут сделаешь, с барином не очень-то поспоришь. Покричал еще барин и ушел. Хозяин и говорит молодому кузнецу. Ну, подмастерье, выручай, как хочешь. Хорошо, отвечает подмастерье. Пришли ко мне двух учеников, а сам отправляйся отдыхать. Хозяин ушел домой. А в кузнице так и закипела работа. Подмастерье вмиг разобрал всю карету на части. Учеников приставил огонь раздувать в горне. Сам взялся за молот. Раз стукнет по наковальне, один обод готов. Еще раз ударит, другой готов. Сковал ободья, принялся за рессоры. Там выпрямит, здесь согнет. И часу не прошло, сделано дело. Ученики только диву дались. А молодой кузнец подчистил, свинтил, подогнал, где надо. И велел выкатить готовую карету под навес. Потом все трое отправились на лужок за кузницей и разлеглись там на траве. В полдень кузнец. В полдень кузнец-хозяин пошел посмотреть, как продвигается работа. Входит в кузницу. Что такое? Тихо, пусто, ни подмастерья, ни учеников. Даже огонь потух в горне. Ох и рассердился хозяин. Бросился искать своих работников. Видит, лежит подмастерье на травке и тут же рядышком оба ученика. Ах, лентяи, ах, бездельники, закричал хозяин. Так-то вы работаете. Подмастерья перевернулся на другой бок, зевнул и говорит. Ну, чего сердишься, хозяин? Как это чего еще громче закричал старый кузнец? Карета должна быть через три дня готова, а вы тут бездельничаете? Барин с меня из-за вас голову снимет с плеч. Ничего, хозяин, не пугайся раньше времени, отвечает подмастерья. Пока твоя голова еще на плечах, поверни-ка ее назад и посмотришь. Смотри хорошенько. Хозяин повернулся, да так и рази на урод. Под навесом стояла готовая карета. Подбежал к ней хозяин поближе, со всех сторон оглядел. Все прилажено, все на месте. Хоть сейчас спрягай лошадей и поезжай куда хочешь. Ну, парень, сказал старый кузнец молодому, такой работы я еще не видывал. Нечего тебе в подмастерьях ходить, оставайся в моей кузнице хозяином. Нет, добрый человек, ответил молодой кузнец. Я в этом городе долго не останусь. А хочешь меня наградить, дай мне кусок самого лучшего железа и позволь три дня поработать в твоей кузнице. Ну что ж, сказал старый кузнец, будь по-твоему. Три дня и три ночи работал подмастерья. Никого близко не подпускал кузнице. А потом вышел из дверей с мешком за плечами и зашагал прочь из города. Долго ли он шел по дорогам, мы не знаем. А пришел к родному дому. Перешагнул порог, бросил свой мешок на стол и сказал отцу. Вот, смотри, отец, может, твой сын чему и выучился. Тут он развязал мешок и вытащил кованую шкатулку. Это тебе, матушка. Мать открыла шкатулку, а в шкатулке узорчатый гребень и игольник с такими тонкими иголками, что хоть бисер не жи. Это вам, братья, к праздничной одежде пришейте, сказал молодой кузнец и высыпал перед братьями горку блестящих пуговиц. А ты, отец, возьми вот этот кубок. Если понравится мой подарок, выпей из него доброго вина. За то, чтобы в нашем роду не было лентяев.